Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами говорили об этой телеведущей, это ведущая новостей Екатерина Андреева. Для меня это человек вообще загадка, можно сказать почему, потому что, ну вы знаете, 20 лет прошло, 25 лет прошло, я смотрю, вот включаю, если новости попадаются, этот человек не меняется вообще. Ну, если близко не показывают, вообще ничего не понятно, человек вообще стареет или нет. А близко, конечно, видно, что какие-то возрастные изменения есть, но удивительно, что если ты смотришь новости, ты вспоминаешь 20 лет назад и смотришь, что Екатерина Андреева выглядит точно так же. Конечно, фантастика абсолютнейшая. Значит, и вот я сегодня наткнулся на статью, называется «Посиневшую Екатерину Андрееву нашли в ледяной воде». Увлечения у Екатерины Андреевой очень такие оригинальные. Почему это привлекло мое внимание, я объясню, вы знаете, что недавно произошла страшная трагедия, произошла на глазах у детей. Мать прыгнула в прорубь. Это было просто видео. Я сначала, когда начал смотреть, я не понял, что происходит. Когда даже она уже прыгнула, когда они начали кричать, ребенок кричит, да мне как-то не сразу дошло, что на видео происходит. А потом, через несколько мгновений, я вдруг понимаю, что произошло, и уже пересматривать второй раз, просто это, конечно, полный шок абсолютно. И вот, собственно говоря, нашли в ледяной воде. Мне было интересно, что же все-таки случилось. Ну так вот что пишут, друзья. Стало известно, что телеведущая решила совершить заплыв в ледяном океане, но что-то пошло не так. Видеозапись, на которой можно увидеть Андрееву, слили в сеть. Вот эти все эксперименты с ледяной водой, они до добра точно не доводят. Вы понимаете, это должны делать специалисты, люди, которые понимают, как, что. Вот люди на крещение, да, прыгают в купель, в прорубь заходят. Должны быть люди, которые подготовлены, которые понимают, что это делать нельзя после бани, что это делать нельзя солдатикам, понимаете, и так далее. То есть какие-то, ну, нужно технику безопасности соблюдать в отношении, в первую очередь, себя. Мы говорим, что происходит там какой-то беспредел где-то, но если посмотреть, как люди относятся к своему здоровью, это же ужасно абсолютно. Значит, 60-летняя российская телеведущая, я даже представлю, 60-летняя, она действительно выглядит моложе своих лет. 60-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась первыми впечатлениями от поездки в Антарктику. В своем микроблоге звезда Первого канала опубликовала видео, на котором она совершает заплыв в ледяной воде. Это очень и очень опасно. Мне бы очень хотелось, я знаю, что много поклонников, фанатов у Екатерины Андреевой. Несмотря на то, что она просто ведущая новостей, действительно, поклонников, фанатов много. Но мне бы очень хотелось людей предупредить, вот на фоне этой трагедии, которая случилась, что заплывы в ледяной воде, в холодной воде, это очень опасное дело. Свело судорогой ногу, за секунду уйдете под воду. Будьте внимательны, будьте осторожны очень. Значит, Андреева написала, что неожиданнее всего на ее купание отреагировали обитающие в этих краях животные. Пингвины, касатки, морские леопарды и даже киты. Значит, нырнули они, посмотрите на это, пингвин возмущенно захлопал чем-то там, похожим на ручки-крылышки. А мне нравится, пропищал другой, у Полины такой купальничек ажурный, в самый раз для наших суровых вод. Это она правильно оделась, молодец. А эти двое вообще кролем поплыли, удивились касатки. Они что, хотят у нас работу отобрать, чтобы туристы с проходящих мимо ледоколов на них смотрели, а не на нас, иронизирует Андреева. Друзья, вы знаете, ну тут, конечно, иронизировать можно, и может быть с Андреевой были люди, которые могли ее подстраховать. Но еще раз говорю, это очень-очень опасные вещи. По словам Андреевой, которая и раньше практиковала купание в купели, антарктический холод океана сначала пробирает до костей, а потом еще часа четыре греет как костер. Между тем, на одном из кадров раскрасневшаяся телеведущая предстает уже на берегу, закутавшись в синий плед. Пользователи сети по достоинству оценили заплыв Андреевой, оставив множество восторженных комментариев. Ну там, тепло ли тебе красное, вы просто арктическая русалка, королева льдов и айсбергов и так далее. Друзья, на самом деле, с моей точки зрения, в этом возрасте это может быть чрезвычайно опасно. И об этом тоже некоторые использователи написали, потому что одно дело окунуться просто, другое дело поплавать в ледяной воде абсолютно. Все дело в том, что то, что как раз она говорит, часа четыре греет потом. Значит, действительно сначала холодно, потом от того, что организм пытается согреться, согреться, температура повышается, это колоссальная нагрузка на сердце, в первую очередь. Колоссальнейшая нагрузка на сердце. Конечно, если она это делала ранее, она тренирована, естественно, что называется, она может это делать. Но бывает всякое. И в этом возрасте, мне кажется, это мое субъективно оценочное мнение, вы свое, пожалуйста, в комментариях пишите, рисковать все-таки не стоит, потому что сколько уже людей от какого-то вот совершенно глупого риска лишались просто жизни. Просто жизни. Понимаете, в чем дело? Остановилось сердце, еще что случилось. В течение этих трех-четырех часов, пока греет, кровь активно приливает ко всем органам. Может произойти все, что угодно. Инсульт, все, что угодно абсолютно. Поэтому мне кажется, что нужно в первую очередь, когда публикуешь вот такого рода контент, связанный с купанием, все-таки писать осторожно, без подготовки не повторять. Потому что, вот еще раз возвращаясь к той трагедии, хочу сказать, что купель-то была не оборудована. То есть она была как бы неофициальная, да? Но вот так прыгать с солдатиком, как это сделала та женщина, ни в коем случае нельзя, потому что, естественно, подводное течение уносит. Поэтому для этого делают деревянный короб, в который люди заходят, спускаются, держатся за перила. Именно для того, чтобы течение не уносило. И заходят, если вы посмотрите, как купаются люди в оборудованных местах, заходят постепенно, потихоньку, для того, чтобы организм постепенно привыкал к этому состоянию, к этой воде, но никак не прыгают мгновенно, потому что может остановиться просто сердце. Но то, что делает Андреева, еще раз скажу, я тоже не скажу, что поддерживаю, потому что я считаю, что в этом возрасте, в 60 лет, все-таки это тоже может иметь последствия, друзья. Но, тем не менее, вот так. И я так понимаю, что, судя по заголовку, что посиневшую нашли в ледяной воде, тоже там все обошлось, так скажем, не совсем гладко. Просто, наверное, она не стала это публиковать уже у себя в Инстаграм. Друзья, с вами был Будда Гришна. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, что думаете на сей счет. Подписывайтесь на канал, кому интересно, на котором мы с вами находимся, Будда Гришна. Резервный канал Будда Гришна Лайв. И Инстаграм Будда Гришна Нижняя, подчеркиваю, единичка на латинице, на русском Будда Гришна Три Российских Флага. В Инстаграме скоро будет анонс музыкального эфира. У нас по воскресеньям проходят итоги недели. Ну и, собственно говоря, Инстаграм универсальный ресурс, потому что, будучи подписан на Инстаграм, можно не потеряться, прислать новость и так далее. Всем пока, друзья, до встречи.